Будучи в подростковом возрасте и юношеском, я любил читать про спецназ. Это люди, которые подготовлены, дотренированы, имеющие высокий уровень специальной подготовки для выполнения каких-то ответственных заданий, сложных, особых заданий, с применением специальной тактики, с применением специальных средств каких-то. Как правило, таких людей забрасывали в тыл врага для того, чтобы нанести какой-то урон врагу. Вот эти люди появлялись внезапно, они проводили работу, которая разрушала те или иные планы врага. И в наших глазах это были какие-то суперлюди, герои, которые не знали неудач. И вот мы с вами читаем Евангелие, и Иисус посылает своих учеников для проповеди Евангелия. Прямо как, знаете, спецназ какой-то в тыл врага. Я читаю Евангелие от Матфея, 10 глава 16 текста. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи и просто как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками». Овцы среди волков. Друзья, это что-то. Похоже, это спецназ какой-то идет в тыл врага, и имея какое-то специальное задание, имея какие-то специальные средства и оружие. Тему наших рассуждений я назвал так – жизнь особого назначения. У меня будет четыре пункта, чтобы вы могли сориентироваться, когда я закончу, и, друзья, и мы могли приготовиться с вами и помолиться еще раз в этом году. И первая мысль, и первый пункт, друзья, жизнь особого назначения – это жизнь, которая имеет цель. Жизнь особого назначения имеет цель. В мои школьные годы, наверное, и некоторых людей, которые здесь присутствуют, мы изучали книгу «Как закаляла сталь» советского писателя Николая Островского. И знаете, одна из цитат, которую мы учили наизусть, она звучала так – «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое». И мы писали сочинения на тему цели жизни человека, что в жизни человека всегда есть место подвигу. И вы знаете, став членами церкви, мы многократно слышим на наших богослужениях о цели жизни христиан. Я попытаюсь сформулировать некоторые важные цели. В Писании мы многократно слышим, какими нам нужно быть. «Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, будьте, да? И сейчас мы с вами прочитали еще одно слово. Будьте мудры, как змеи, просто как голуби. Будьте, будьте, будьте». Друзья, это цель, которая нам сегодня напоминает Господь. Один служитель, живший в XIX веке, пишет такие слова. «Как змея все свое тело подставляет под удары, а голову охраняет, так и христианин все должен отдавать бьющим его, даже тело свое, а голову, которой есть Христос и вера в Него, должен беречь. Как змея, сжимаясь в какой-нибудь скважине и проползая, скидает в себя старую кожу, так и мы, идиотестным путем, должны совлекать в себя ветхого человека. Но так как змея и вредит, то Господь повелевает нам быть простыми, то есть чистыми, незлобивыми и безвредными, как голуби, ибо последние, лишаясь даже детей и будучи преследуемы, тотчас возвращается к своим хозяевам. Итак, будь модр, как змея, чтобы не смеялись над тобой в жизни, но чтобы все твое было безукоризненным. Что же касается вреда в отношении к другим, то будь как голубь, то есть незлобив, прост. Друзья, будьте, это не просто пожелание. Это призыв к действию, это определение главной мотивации жизни человека. Это предмет приложения нашей силы, стремления и времени. Это то, где нам с вами всем нужно добиться успеха. Будьте! И вторая главная мысль, друзья, да, или цель нашей жизни, это дойти до неба. Всякое служение, наше служение в том числе и в церкви, это только помогающее средство дойти нам до вечности, чтобы нам дойти до неба и стяжать Божьи качества. Жизнь особого назначения – это жизнь, которая имеет цель. Вторая мысль, друзья. Жизнь особого назначения – это жизнь, посвященная Богу. Деяние, 17 глава, 28 текст. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Мы им живем. Второе Петра, 1 глава, 21 текст. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. Мы и живем, и движемся, и существуем. Святые Божьи человеки были движимы Духом Святым. Друзья, святые Божьи человеки – это про нас с вами? Кем и чем движимы мы? Вы знаете, со мной работал один человек из Лаоса. Этот человек был посвященный гольфу. Все свое свободное время и рабочее частично он посвящал этому виду спорта. Но он объездил лучший гольф в клубе Америки, знал всех знаменитостей в этой области. Он хорошо разбирался в клюшках и мячах для гольфа. Он тратил на это очень много своих денег. Он был движим вот этим гольфом. Он мог говорить об этом, не переставая, посвященный человек. Однажды мы с ним когда разговаривали, я говорю, слушай, ну что ты такого в этом нашел? Клюшкой мячик надо загнать в какую-то лунку на траве. Ну что в этом интересного? Вы знаете, он на меня смертельно обиделся. Я ему говорю, слушай, ну я понимаю шахматы, там столько ходов, надо шевелить извилинами. Ну что это, такой там клюшкой в какую-то попасть? Он на меня очень сильно обиделся, друзья. Это была часть его жизни. Это был посвященный человек. Я знаю немало людей, наверное, вы, которые посвящены рыбалке. В любую погоду они отправляются на свое занятие, друзья. Они путешествуют по стране в поисках рыбных мест. Они могут стоять по пояс в ледяной воде и, значит, покупать дорогущие снасти для ловли. И даже если они ничего не поймали, они безмерно счастливы. Они безмерно счастливы. Знаете, иногда в лодке на океане их качает до тошноты, но они опять отправляются туда на этой лодке и опять их качает, и они безмерно счастливы, друзья. Они знают, что, где и когда клюет. Посвященные люди. Друзья, посвященный человек – это тот человек, который уже определил для себя, что для него является важным, а что нет. И после этого определения своих приоритетов посвященный человек бросает всю свою силу и энергию, и все свое время и ресурсы на реализацию вот этих своих приоритетов. Все силы на это посвящает. Со мной работает один инженер, его зовут Басан. Это мусульманин из Ирака. В последние 10-минутный перерыв на работе, ну это где-то в час 15, я всегда прогулюсь вдоль дороги по тротуару при входе в нашу компанию. И вы знаете, вдоль дорожки идут аккуратно постриженные кустики, вот, и эти кусты разбиты на секции. В одном из таких проемов или между двумя такими секциями Басан стелит свой коврик и молится, делая поклоны до земли, весь свой брейк. Вот, когда идет на улице дождь, он молится в помещении. Он не обращает ни на кого внимания. И вы знаете, я тоже иногда, вот, когда хожу в этот брейк, и я тоже иногда молюсь. Вот, но когда я вижу Басама, который молится, делая поклоны до земли, мне почему-то становится неуютно. Посвященный человек. Мне понравилось выражение писательницы Кэтрин Маршалл. Вера даже не заслуживает называться верой, пока не выльется в дела. Вера даже не заслуживает называться верой, пока не выльется в дела. Как точно, друзья? Жаль, что мы иногда думаем иначе. Я верю, и что? И что? Движет ли меня моя вера? И второй вопрос, если движет, то куда движет? Из Писания мы узнаем, что были посвящены Богу люди во времена Ветхого Завета. В числах написано, и сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам, Израилем, и скажи им, если мужчина или женщина решатся дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарии Господу. И там дается повеление, каким они должны быть, эти люди. Люди желали посвятить себя в Назарии Господу. Друзья, Назарии – это были люди, которые решили себя отделить для Господа. И Бог тут же поставил перед ними свои условия. Если вы хотите быть моим инструментом и принадлежать мне, вы не должны прикасаться к нечистому. Вы не должны пить вина и крепких напитков. Не должны стричь своих волос. И посвященный не должен быть пьяным. Там даже запрещалось ему употреблять вообще от плода виноградного. Этот человек должен быть трезвым. Друзья, а мы знаем, что опьянеть можно не только от вина. Можно опьянеть от успеха, от информации, от похвалы, от лайков. Не только от вина. Давая обет, Назарий посвящал Господа, для которого он теперь становился святым. И ради которого он налагал для себя какие-то определенные ограничения. Не отстраняясь при этом от обычного окружения. То есть становился для окружающих людей знамением, знамением власти Бога. И мы знаем, что если Назарий нарушал свой обет, что он должен был сделать? Он должен был остричь свою голову, принести искупительную жертву в храме и начать снова обряд своего посвящения Богу. Друзья, посвятить себя, по сути, означает полностью чему-либо отдаться. И имеющему какое-то великое для нас назначение. Посвящение – это акт отказа от своих собственных интересов в пользу того, для чего ты себя посвящаешь. В пользу следования за Богом. И если посвящающий себя человек нарушает это посвящение, он должен обновлять свое посвящение снова и снова. В книге «Подражайте вере» их описывается жизнь и смерть посвященного Богу, обычного христианина, члена Шахтинской церкви, Попова Ивана Ивановича. Я думаю, что вы многие читали, я просто напомню, друзья. Это было в 60-е и 70-е годы. На своем участке он построил вместительный дом для богослужений, в который он приглашал собираться церковь. Перегородок и мебели, кроме кровати для матери, не было в этом доме, в котором он жил. Его кроватью были церковные скамейки, на которые сверху он вселил матрас. За то, что в его доме собирались на собрание братья и сестры, его осудили на три года. Он был в лагерях. Из лагеря он писал матери, «Постарайся, чтобы гости продолжали собираться и дальше в нашем доме». У тебя же за это посадили, да? Сделай все для того, чтобы гости, да? Ну, церковь Иисуса Христа. Он не мог написать открыто, «Собирались в нашем доме опять». Освободившись, он решил жениться. И одно из условий, которые он поставил своей будущей супруге, он сказал, что «В нашем доме продолжит собираться церковь». Друзья, это многих не устраивало. И вы знаете, наверное, почему. Кто-то из людей постарше помнит собрания, которые проходили в домах. Друзья, человек, который жил в доме, в котором собиралась церковь, он должен был посвятить все. Не только свой дом, друзья. Он должен был посвятить и свои таблетки, и свой стол, и свою посуду. Все свое он должен был посвятить. Я вспоминаю эти собрания, когда мы, приходя, раздевались и свою одежду клали на стол. И, может быть, стол полный был, клали на кровать. То есть, нужно было посвятить все. Это многих не устраивало. Когда умерла его мать, дом брата конфисковали. Он перешел жить во времянку. А церковь продолжала собираться на его участке, на улице. И потом верующих изгнали и со двора даже. А потом случился пожар во времянке, где он жил. Отключили ему свет перед этим. Случился пожар во времянке. И когда этот пожар потушили, то брата нашли мертвым. На его голове был след от сильного удара. А дверь в времянке была подперта снаружи. Так что открыть ее изнутри не представлялось возможным. И по официальной версии он угорел от пожара. Угорел. Но выглядело это все как убийство. Друзья, и Господь этому посвященному человеку приготовил на небе дом нерукотворенный, вечный. 100% лучше много того дома, который он много лет посвящал церкви, телу Христову. А однажды он посвятил свою жизнь Богу и оставался посвященному ему до конца своей жизни. Жизнь особого назначения, друзья, это жизнь, посвященная Богу. Третья мысль, друзья. Жизнь особого назначения наполнена правильным содержанием. Правильным содержанием. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, просто как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Интересно, я заметил, здесь написано, в синагогах своих я создам церковь мою, церковь моя, Христос говорит, а синагоги? А синагоги ваши для свидетельства перед ними и язычниками. Друзья, каким образом мы с вами можем свидетельствовать людям? Один священник рассказывал про неверующего мужа своей одной прихожанки. ее муж сказал мне, говорит он, скажи моей жене, чтобы она перестала ворчать и роптать. Скажи ей, она тебя послушает. Ты священник, скажи ей. Если ты ей скажешь, я за тебя поставлю свечку высотой в твой рост. И вообще, что она делает в твоей церкви? Десять лет уже. Она уже в той церкви входит десять лет. Что она там делает? Она ходит там постоянно и все без перемен. Священник говорит, я ей сказал ему, а она меня тоже здесь слушает. Волки, находящиеся рядом с овцами, по замыслу Спасителя, должны стать овцами. Волки, находящиеся с овцами, по замыслу Спасителя, должны стать овцами. Только овцы должны быть настоящие. Этакий Божий спецназ, посвященный Богу люди. Помните такого волка, в кавычках, Закхея? Стал настоящей овцой, друзья. Асавла, ставшего Павлом, а разбойник на кресте, друзья, сущий волк заблеял, как овца. Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. Есть, конечно, и те, друзья, кто на себя надевает овечью шкуру, но на самом деле остается волком. Да, не меняет сущности. Не про нас пусть это будет сказано. Первое послание Петра, 3 глава с 1 текста. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Это текст для всех, друзья, кто не покоряется слову. Мужья, жены, дети, родители, родственники. Жизнь особого назначения, друзья, это жизнь наполнена правильным содержанием. Что это за содержание? Чистое, богобоязненное житие. Жизнь особого назначения, это жизнь для Христа и ближнего. У одного человека спросили, какие самые важные слова из Библии? Он ответил, люби Бога и людей, все остальное приложение и толкование. Одно так и есть, друзья. Две главные заповеди, вы помните, да? Возлюби Господа и возлюби ближнего. Христиане первых и уков, друзья, они наполняли свою жизнь правильным содержанием. Они помогали больным во время эпидемии чурмы. Сегодня уже Владимир говорил об этом. Он про холеру, правда, говорил. Ну, одно не лучше другого. Которое распространялось в Римской империи в первые века нашей эры. Христиане ухаживали, заботились о больных. Они выполняли самую неблагодарную работу. Они также хоронили чумных больных, чем обратили в веру немало язычников. По словам епископа Каринфа Дионисия, это второй век, чума служила школой и испытанием для христиан. Мы не знаем, чем она служила для неверующих людей, но христиан она служила школой. В третьем веке, во время чумы, Киприан Карфагенский говорил, что бедствие для христиан – это тренировка. Верующие учатся уповать на Бога. Друзья, не схоже ли это с сегодняшним временем для нас? Нам надо учиться уповать на Бога. Друзья, о 16 веке, когда бубонная чума попала в Ветенберг, это город в Германии, Мартин Лютер отказался призвать горожан бежать из города, чтобы защитить себя. О его жертвенности, о преданности Богу, о словах посвящения свидетельствуют его слова, сказанные в те годы. Смотрите, я прочитаю дословно. «Мы погибаем на своих должностях. Христианские врачи не могут оставить свои больницы. Христианские наместники не могут покинуть свои округа. Христианские пасторы не могут оставить свои конгрегации. Чума не распускает наших обязанностей, она превращает их в кресты, на которых мы должны быть готовы умереть». Друзья, так могли вести себя только посвященные Богу люди. Жизнь особого назначения – это жизнь, наполненная правильным содержанием. И последняя мысль, друзья. Жизнь особого назначения имеет правильное окончание. Сегодня мы жнем то, что сели наши отцы. У нас есть образцы веры – веры до смерти. Верные люди были готовы умирать за свою веру, и они умирали. Совсем скоро наши дети будут пожинать то, что все мы с вами, друзья. Они будут пожинать нашу веру, нашу святость или нашу несвятость, наши дела. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Друзья, кончина жизни очень важна. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Жизнь человека должна быть направлена на вечное небесное царство. Мы призваны не только жить в мире, но и умереть в вере. Первые христиане писали на могилах – радуйся. Они воспринимали смерть как конец земных мучений, как торжество, как встречу с Искупителем. Апостол Павел говорил, что не может дождаться дня, когда ему придется разрешиться и быть со Христом. Друзья, прообраз нашего умирания есть в покаянии. Умирание для греха и живание для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, это однажды в жизни совершается через наше крещение, и потом ежедневное умирание для греха, распятие своего «я». Друзья, есть примеры спасительного, предсмертного покаяния, самые яркие из которых разбойник благоразумный, который висел на кресте, вы помните, да? Справа от Иисуса. Но надеяться на повторение вот этого чуда – это просто дерзость. Не нужно планировать такое чудо. Каяться нужно сегодня. Сегодня нужно и о смерти думать. Сегодня нужно проводить работу над ошибками, готовясь к вечности. У Ивана Петровича Плетки есть несколько названий, которые очень точно характеризуют жизнь христианина. Земные года – предисловие к вечности. Сейчас только подготовка к главному, друзья. Царь Давид в 22-м псалме говорит, «Если я пойду и долиной смертной тени не убою зла, потому что ты со мною». Вот чем, друзья, всем нам нужно быть постоянно занятыми в своей жизни, чтобы Господь был с нами. Жизнь особого назначения имеет правильное окончание. Итак, мы с вами говорили о том, что жизнь особого назначения имеет цель. Это жизнь, посвященная Богу. Жизнь особого назначения наполнена правильным содержанием. И это жизнь, которая имеет правильное окончание. Уходит еще один год. Друзья, мы все с вами стали ближе к вечности. И давайте воздадим Богу благодарность за все его благодеяния и долготерпение в этом году. Для кого-то это будет первый год жизни. Для кого-то это будет год последний. Я призываю не растратить жизнь на временное, пустое, а сделать ее жизнью особого назначения, жизнью, посвященной Господу. Богом жить и двигаться и существовать.